В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии выскажет Олег Ткачёв, член Общественной палаты Кировской области, директор Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Добрый день, Олег. Добрый день. Напоминаю слушателям традиционно о том, что на сайте Кирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, есть там форума специальная для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю особого мнения. Список тем у нас сегодня довольно разнообразный. Давненько вы не были на нашей студии. Хотелось бы начать с будней, с того, чем сейчас занимается Центр поддержки некоммерческих организаций. Чем живёте? Мы продолжаем помогать нашим некоммерческим организациям, внимательно относиться к их бедам, проблемам, желаниям. И на данный момент очень большая часть работы занимает бумажная работа по приведению в соответствие с новыми поправками в Гражданский кодекс, учредительных документов некоммерческих организаций. Какого рода поправки? Ну, принятые поправки в Гражданский кодекс, касающиеся реорганизации вообще системы юридических лиц. То есть, очень многие типы юридических лиц, организационно-правовая форма юридических лиц, они ушли в прошлое, появилась там пара новых. И, допустим, для некоммерческих организаций всего 7-8 видов осталось. То есть, со временем, там, все некоммерческие организации должны, там, кто существовал ранее, там, в устаревших видах, перейти на новые виды организационно-правовых форм. И в тех, которые остались, там поменялись, там, требования к ним. То есть, в связи с этим у организации много вопросов, много возникает проблем. То есть, когда при взаимоотношениях с властью подают документы куда-то, уже юристы проверяют, там, по состоянию, на актуальное, там, в соответствии Гражданскому кодексу. И некоторые организации, там, испытывают проблемы. То, что к ним предъявляются требования, вот уже новые требования, а у них записаны старые нормы в уставе. Вот, приходят, то есть, консультируем, рассказываем. Есть и нерешённые, то есть, неурегулированные законодательством, там, проблемы, там, в частности, там, допустим, с введением поправок в Гражданский кодекс, допустим, такой тип некоммерческих организаций, как учреждения, ну, частные учреждения, некоммерческие учреждения. Вообще все учреждения должны иметь всего лишь одного учредителя, который будет являться собственником имущества учреждения. А на самом деле, как? Что? В реальности? Нет. А в реальности у нас у учреждений было, там, несколько собственников. То есть, сейчас организациям надо принимать решение, кто из собственников останется, а кто не останется. И вместе с тем, налоговая служба, там, ну, Министерство по налоговым сборам, которое ведёт регистрацию юридических лиц, пока не проработала порядка исключения, там, юридических лиц из числа учредителей, в частности, у учреждений. То есть, если в бизнес-организациях это, там, возможно, там, и внесение, там, правок в единый госреестр и, соответственно, выписка, то в данный момент у нас есть такие ситуации, когда у организации спрашивают выписку, вот, она подаёт выписку, в выписке значатся, там, старые учредители, ну, ну, а учредитель должен быть один. То есть, это уже нарушение, да? Ну, это пока ещё, вот, организации должны внести поправки, привести в соответствие, там, свои учредительные документы при первом обращении, вот. Но получается так, что, как бы, требование уже новое есть, и при обращении, там, органы, органы говорят, что, там, ребята, мы не понимаем, как вы работаете, потому что у вас должно быть вот так. То есть, организации волей-неволей, там, вынуждены, вот, вот, как раз обращаться и вносить поправки в устав. Но, вот, в случае, там, с учреждением, ну, вот, это частный случай, такого, ещё пока не проработанного, не урегулированного законом, но пока это, вот, не очень понятно, как решать, и никто не понимает, ни в налоговой, ни в менюсте, то есть, какой порядок исключения, там, учредителей. И сроки тоже какие-то не обозначаются, не ставятся? Сроки не обозначаются, ну, в законе, там, написано, что при первом обращении, то есть, по идее, как бы, весь этот процедур о перерегистрации, там, внесение поправок, приведение в соответствие, должна растянуться, там, года на три. Понятно, что практически у каждой организации есть какие-то вещи, которые необходимо поправить в уставе в связи с требованиями, там, гражданского кодекса. Также, там, допустим, те организации, которые, вот, раньше было написано, что занимаются предпринимательской деятельностью, сейчас понимается, что некоммерческая организация, да, раньше могла заниматься предпринимательской деятельностью. Ну, такая терминология использовалась. В данном случае, там, чуть-чуть поправилась, то есть, по терминологии, да, имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, но через создание хозяйственных обществ, ну, то есть, через учреждения и участие, там, каких-то коммерческих структур. А вот все те платные услуги, которые организации, в принципе, могут оказывать, сейчас это называется приносящая доход деятельности, то есть, она налогооблагаема, то есть, да, можно, но необходимо, чтобы в уставе, опять же, было указание, что организация занимается приносящей доход деятельностью, и необходимо формировать объем имущества, необходимый для этого, ну, минимум 10 тысяч рублей. Поэтому, строго говоря, там, те организации, которые в пятнадцатом году уже, там, работают и оказывают какие-то платные услуги, неважно, там, на льготной основе, там, как-то еще, они уже должны пользоваться новыми, там, формулировками, новой терминологией, и, соответственно, иметь, там, определенные поправки в своих уставах, чего раньше у них не было. А, собственно, за невнесение этих поправок тоже ответственность как это существует, там, при первом обращении, если выяснится. При первом обращении они должны привести в соответствие. Вот, то есть, Минюст, который регистрирует там поправки в устав, он не пропустит устав, если они не внесут, там, ну, внося какие-то, там, очередные изменения, там, что-то у них изменилось, если они не приведут в соответствие. Вот. То есть, много вопросов по этому, но это такая рутинная деятельность. Насколько это трудоемко, это отвлекает от основной деятельности? Ну, как? То есть, для нас это и есть, там, основная деятельность, то есть, консультирование организаций с тем, чтобы они выстраивали, там, свои отношения, там, с властью, там, с бизнесом, там, с обществом. Вот, кроме этого, есть еще две такие большие тенденции. Ну, понятно, что, когда мы говорим про некоммерческие организации как юридические лица, понятно, что юридическое лицо, оно оперирует какими-то средствами, там, имуществом. В связи с этим, вот, меняется, мы вот замечаем, то есть, это больше такие эмпирические наблюдения, но мы замечаем, там, две глобальные тенденции. Часть организаций начинает все больше и больше задавать вопросов по участию в государственных программах поддержки некоммерческих организаций, по участию в грантовых конкурсах, вот, правила, сроки, там, возможности, там, усиление, там, каких-то компетенций, там, в связи с получением государственного финансирования, вот, и государство для этого делает, ну, достаточно много, вот, не без шероховатостей, ну, вот, объем президентских грантов увеличен, там, чуть-либо не в два раза, там, на этот год, то есть, 4 миллиарда будет уже конкурс. То есть, казалось бы, государство идет навстречу, да? Государство идет навстречу. То есть, государство увеличивает объемы финансирования и объемы поддержки социально-ориентированных НКО. Ну, вместе с тем, там, была, вот, совсем недавняя эпопея. Минфин внес поправку в бюджет, согласно которой, там, изымалась, ну, просто была вычеркнута, там, строка по поддержке социально-ориентированных НКО по линии Министерства экономического развития, а это, как раз, те самые грантовые конкурсы, которые идут в регионах. И, там, тот самый объем финансирования региона, там, вот, который недавно Кировская область выиграла в конкурсе Минэкономразвития субсидию на поддержку социально-ориентированных НКО, там, в районе 10 миллионов рублей. Вот, и уже после этого вдруг появляются новости, что вообще вся программа, там, сокращается, то есть, убирается. Была большая эпопея, там, очень многие организации, там, со всей страны, и мы в этом участвовали и собирали подписи из наших организаций, там, письма в поддержку писали, передавали. В итоге, там, федеральные, там, крупнейшие организации, которые явились инициатором такой общественной компании, смогли достучаться, передали, там, и письма, и через Совет Федерации. В итоге строка была оставлена, ну, там потерялось только 10% этого финансирования. Ну, по крайней мере... Ну, по крайней мере... Урезанно, в связи с экономической и тяжелой ситуацией. Ну, видимо, да. То есть, программу возвратили, финансирование программы, там, только, как бы, за минусом 10% этих средств. И, то есть, мы рады, что этот конкурс все-таки будет, и в Кировской области он тоже состоится. Сейчас правительство Кировской области работает над положением о конкурсе, там, работает с Министерством экономического развития. То есть, конкурс будет. Параметры этого конкурса сейчас вот уточняются, просто пропало, там, 2-3 месяца, там, просто выпало на вот эту вот берегу. Ну, вот это вот одна тенденция. То есть, по работе с государственным финансированием. И появляется, и набирает обороты, там, села, другая тенденция. То есть, в связи с развитием, там, технических средств, там, интернета, там, большей мобильности, большими возможностями интерактивными, набирает движение, там, самофинансирование организации через краудфандинговый проект. Это что такое? То есть, ну, краудфандинг – это народное финансирование. То есть, любая организация может сформулировать и через свой сайт, там, собирать средства. Объявляется такой клич – люди, нам нужны деньги. Да, да. Пожалуйста. И люди откликаются, и люди сами финансируют понравившийся им проект. У нас есть достаточно, там, проработанные федеральные площадки, ну, общие площадки, куда можно, там, зайти, зарегистрироваться, завести аккаунт, указать данные, там, организации, создать, там, фандрайзинговую компанию. Вот, и после прохождения, там, нехитрой модерации, многие люди, там, посещающие такие краудфандинговые площадки, там, откликаются на клич и финансируют, там, кто-то там 5 рублей, кто-то 100 рублей, кто-то тысячу, кто-то, там, несколько десятков тысяч. И такое есть, и это нормально, то есть, оказывается, люди готовы финансировать проекты, когда к ним обращаются напрямую. Там, современные технические средства, это позволяют быстро организовать. Есть федеральные краудфандинговые площадки, а есть, то есть, в принципе, вот, наши коллеги, лица социальных технологий, разработали такой специальный плагин, который позволяет, там, на сайте, там, на собственном сайте организации, вести сбор пожертвования, для собственных нужд. Это более мобильно, это, там, не надо одобрения, там, модераторов и прочее, прочее. То есть, мы… А чем занимается эта организация? Теплица социальных технологий – это такой проект агентства социальной информации, который объединяет IT-разработчиков и вот гражданские, вот, вот, такие социальные нужды, то есть, вот, там, общественный сектор. То есть, IT-специалисты помогают, там, общественному сектору, там, реализовать, там, свои потребности, там, через создание различных приложений, мобильных приложений, интернет-приложений, там, создание сайтов. Вот, есть отдельные… В общем, это все работа с сетью, да? Ну, да. То есть, площадки, там, IT-волонтер, где каждый может, там, по сильной помощи оказать, там, кому-то надо сайт настроить, что-то еще, это бесплатно, ну, кроме всего этого, там, IT-плица социальных технологий еще и разрабатывает вот такие полезные плагины. Мы помогаем, как партнеры, там, IT-плица социальных технологий и участники этого, там, движения, то есть, мы со своей стороны, наш Центр поддержки некоммерческих организаций, мы делаем бесплатно для некоммерческих организаций и сайты, вот, помогаем свою деятельность донести через интернет. Если кто-то, там, не умеет, ну, как создать сайт? Ну, требуется… В действительности можно прибегать, ну, да, к чьей-то помощи. Мы на своей площадке, то есть, у нас хостинг оплачен, то есть, мы, в принципе, можем, там, неограниченное количество сайтов, там, на своей площадке заводить, и, там, помогать настраивать, обучать, как, собственно говоря, написать о своей полезной деятельности, чтобы это можно было, там, рядовому гражданину, ну, который имеет доступ в интернет, собственно говоря, больше узнать о деятельности некоммерческой организации. То есть, мы в этом видим повышение прозрачности некоммерческих организаций и привлечение, ну, вот, общественных ресурсов, интереса людей, вот, к этой деятельности. Ну, и мы помогаем ставить этот же плагин, вот, помогаем организовывать сбор пожертвований. И вот это набирает обороты движения, то есть, когда организации перестают просить, там, у государства, там, много денег на большой проект, на большие проекты, на долгосрочные проекты. Вот, допустим, там, месяц назад была потребность, там, была возможность пригласить известного лектора по современной хореографии, вот, прочитать открытую летнюю. Да, да, мы говорили об этом в нашей студии, да? Вот, мы, собственно говоря, точно так же кинули клич и, там, часть денег, там, на его приезд, то есть, там, деньги смешные, ну, не ходить же, там, за оплаты, там, транспортных услуг, там, ну, куда-то опять в государственные органы не выпрашивать, то есть, подобного уровня, там, там, финансирования можно, как бы, взять у людей, которые заинтересованы. И мы посмотрели, даже те люди, которые не собирались, то есть, не идти на саму лекцию, они с удовольствием, там, помогли своими пожертвованиями, потому что считают, что, да, наши деятели культуры, культурологи, там, искусствоведы, там, хореографы, вот, даже если они не могут сами, там, достать из кармана, там, я не знаю, там, сто рублей и, там, внести за эту лекцию, но они должны иметь возможность, там, послушать интересного человека, там, с интересными идеями, с интересными технологиями, там, посетить мастер-класс. Вот. То есть, как бы, здесь человек, жертвующий, там, через сайт, он даже не в своих личных целях. Он считает, что это нужно для города. Вот. И он свои, там, я не знаю, там, сто, двести, пятьсот рублей, вот, он жертвует для того, чтобы в городе стало лучше. А государство как-то обозначило свою позицию, вот, по поводу сбора этого средства? А зачем? А вот смотрит оно как-то тут деньги мимо менять? Нет, ну, собственно говоря, это все регулируется, там, налоговым кодексом, то есть, если и комплексом законодательства, то есть, это благотворительное пожертвование, сделанное в соответствии с законом о благотворительной деятельности и благотворительных организаций. То есть, там, в это все вписывается, там, отчеты налоговые, там, уникальническая организация, он все равно пойдет. Это целевое поступление средств, оно потрачено целевым образом, как бы тут… Все в рамках, что называется? Да, все в рамках, все нормально, вот, мы помогаем развивать организациям том, что это, и сейчас уже несколько организаций, там, пользуются технологией, там, на сайтах созданы нами, вот, уже собирают средства. Не так давно была объявлена компания, там, допустим, детской организации «Веча» по сбору средств для создания тактильных книжек для слепых детей. Да, да, я видел эту информацию, да. То есть… Что там порядка 20 тысяч рублей, да, речи нет? Ну да, там 20 тысяч рублей – ожидаемая сумма, но вот люди заходят на страничку, то есть, тут же могут оплатить, вот, все это, как бы, несложно, вот. Я думаю, что, там, со временем, там, и эта сумма, там, наберется, там, уже на данный момент компания недавно объявлена, там, две тысячи рублей собраны, ну, и замечательно. Вот, по крайней мере, там, на одну книжку хватит, то есть, они, там, хотели, там, четыре-пять книжек. А как вы оцениваете вообще перспективу в нашем городе развития этого жертвования, да? Ну, как? Так, вот, я говорю, что это нарастающая тенденция, вот, и очень многие приходят и интересуются, а как это можно сделать? Вот, допустим, за начало этого года, вот, по просьбам, по просьбам, там, различных инициативных групп, некоммерческих организаций, вот, я провел уже два семинара по краундфандингу, то есть, объяснял, вот, что это такое, с чем это едят, какие есть возможности, то есть, вы можете, там, на федеральную площадку заявиться. Понятно, что там посетителей больше, вот, и посетители, там, целевые, то есть, там посещают те, кто достаточно замотивирован, ну, они понимают, какой ресурс посещают, они понимают, зачем, вот, посещают, и большинство из них готовы, там, поддержать. Вопрос только, там, в широком выборе этих проектов, потому что их, там, сотни, там, тысячи различных проектов, их можно пофильтровать по тематикам, по целям, вот, и там достаточно активный, там, сбор средств идет. На своем сайте мы понимаем, что локальный сайт, ну, небольшой, небольшой сайт небольшой организации, в которой не вкладывались, там, какие-то, там, крупные деньги. В расходе. В расходе. И в создании. Да. Понятно, что там посещаемость не очень большая. Вот, здесь зависит только от активности самих, там, участников этой организации, которые могут в социальных сетях, прочее, там, давать ссылку. А сайт, плагин – это всего лишь инструмент, вот, который в удобном виде. То есть, раньше, помните, вот, при возникновении каких-то потребностей писали длинные, там, цифры, там, всяких расчетных счет, там, прочее. Да, да, да. Это же надо куда-то все переписать, записать, пойти, где-то взять эту квитанцию, правильно ее оформить, подать в окошечко банк. Ну, это неудобно, чисто технологически. Вот. Сейчас вот эти вот технические средства, они позволяют просто на сайте, там, написать свой именно электронный адрес, обозначить сумму, нажать на кнопочку, и, там, та же самая квитанция, она будет уже заполнена. Или, там, через любой удобный вид платежа, там, электронными деньгами, там, банковской карточкой, тут же оплатить, не отходя там, не уходя со странички. Ну, а спектр дел, которые можно, собственно, совершать, да, на эти деньги, он не ограничен, это все, что угодно, там, может быть, помощь, там, больному какому-то, да, и так далее и тому подобное. Я думаю, что, как это все будет развиваться, ну, вот до определенного, после определенного, там, порога развития, скорее всего, будет более пристальное внимание государственных органов. Потому что, ну, понятно, что доступность сбора, там, денежных средств, она, как бы, привлекает в том числе и различного рода мошенников. Ну, мы помним все эти инициативы, там, по ограничению, да, количество переводимых сумм и так далее. Ну, это такие, это такие инициативы, там, ну, скажем так, механические, там, но я думаю, что, вот, за сбором пожертвований, то есть, да, отчетность существует, ее необходимо делать, и добросовестные организации, там, понятно, что отчетность дают, вот, что делать с теми, кто, вот, наличный кошелек, что-то еще, там, ну, бимикрирует. То есть, каким образом отслеживать вообще все, там, транзакции, очень много которых. Ну, да, скорее всего, когда определенные пороговые значения достигнут вот этой технологии, государство более пристально, там, будет за этим присматривать и, там, проверять, перепроверять, там, может быть, специальные, там, отделы возникнут в контролирующих ведомствах по контролю за, там, сбором пожертвований, где целевым образом, не целевым образом, или просто, там, ребята собирают для личных нужд, там, вот, и обманывают, там, жертвовать. А насколько, кстати, система эта защищена от вторжения тех же мошенников, злоумышленников, которые, там… Ну, какая система? Техническая, то есть, технически все достаточно, там, защищено, потому что, там, на своем сайте, там, никакие транзакции, там, плагин позволяет всего лишь адаптировать имеющиеся крупные, там, банковские, прочие, там, системы к удобной форме на своем сайте. Вот, то есть, транзакции-то реально-то проводятся и, ну, лицензированными, там, операторами. Понятно, что эти операторы при возникновении вопросов, то есть, по первому требованию дадут налоговые все выписки, вот, кому, что, как, вот, куда выведены деньги, вот. Ну, пока не видно, там, очень большой беготни за каждым, вот. Ну, единственное, что я слышал, это вот, когда были пожертвования через Яндекс.Деньги, Навальный собирал на свою предвыборную компанию, там, конечно, каждого жертвователя проверили. Проверили, перепроверили. Да, пробивали. Серьезно. Да. То есть, это, ну, единственный случай вот такого вот, вот, чего вот я слышал, что вот так вот масштабно проверяют. Давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение Олега Ткачева, член Общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Мы сейчас перейдем к другим темам. Я хотел бы у вас поинтересоваться мнением по поводу развития событий в рекотделении партии Яблоко. Как известно, 11 апреля состоялись выборы председателя регионального отделения этой партии. Председателем стал Дмитрий Махнев, ну, известный общественник. Я поясню, почему задаю этот вопрос. Вы, как известно, один из старейших членов регионального отделения партии «Яблоко», но, как я сейчас выяснил, членом уже не являетесь. – Нет. – Следите ли за этой ситуацией, как оцениваете саму фигуру Дмитрия и жизнеспособность регионального отделения? – Я перестановил свое членство в партии, то есть намеренно не стал проходить перерегистрацию. В данный момент я не являюсь членом партии и наблюдаю на процесс со стороны. Я уважительно отношусь к своим коллегам, бывшим коллегам, я уважительно отношусь к партии. Я объясню, почему я решил уйти. Я разочаровался в такой форме политической деятельности, как участие в политических организациях. – То есть неважно, по большому счету, какая-то партия «Яблоко» или «КПРФ» или «Единая Россия». Это не какие-то разногласия или что-то еще внутри партийное. Мне нравится идеология самой партии, я уважаю людей, которые находятся в партии, но я не считаю возможным для себя лично тратить время на политическую работу в составе политических партий. Я считаю, что на данном этапе исторического развития роль и функции классических политических партий, в том виде, в котором они есть, это рудиментарно. То есть это такое отживающее явление, которое еще обвешано кучей-кучей разных условностей, правил, гласных, негласных. То есть заниматься такой политической деятельностью, по-честному, очень сложным. А что привело-то к этому? К появлению таких ощущений? Мне кажется, что это вообще мировой тренд, что вообще роль политических партий. То есть политические партии были актуальны в начале, в середине XX века для многих государств как форма объединения граждан. Сейчас форма объединения граждан, форма формулирования повестки для этих граждан, актуальной повестки, создания единых проектов по управлению государством, сейчас появилось больше возможностей. И постепенно они вытесняют классические партии, а классические партии, зарегистрированные политические организации, в частности в России. Мы регулярно же читаем новости о политической жизни. И то, что мы видим в средствах массовой информации, нас не устраивает. Того ли мы хотели отношения государства с политическими партиями и от политических процессов, я для себя понял, что, скорее всего, нет. Я не могу себе позволить тратить время на это. Хотя, да, продолжают оставаться там некоторые возможности, которые можно реализовывать только через такую политическую активность. То есть партия и рек отделения, в том числе, будет жить? Да. Партия и рек отделения будет жить. Понятно, что с каждым годом там все сложнее и сложнее. Хотя, казалось бы, куда уж сложнее. Я знаю, что там есть планы на 16-й год, в 16-м году будут выборы. Вот, да. Еще пока даты неизвестны, но, по крайней мере, новое руководство партии «Яблоко» серьезно намеренно готовится к этим выборам, искать кандидатов. Я думаю, что тот опыт, который есть у членов партии, позволит им рекрутировать, аккумулировать вокруг себя, собрать действительно достойных людей, чтобы провести их в представительные органы власти. Если будут к вам обращаться за помощью, поразмыслите, стоит ли оказывать ее? Ну, как. То есть я готов оказывать всем разумную, посильную помощь, но вопрос, какую. То есть ходить с флагом я, скорее всего, не буду. Пропагандировать и агитировать за политическую деятельность, я не буду. Если это будут какие-то форматы неполитических проектов, связанных с политической деятельностью, но сами по себе неполитические проекты, я с удовольствием приму участие. Я с удовольствием готов обсуждать какие-то аспекты, делиться информацией с партией «Яблоко», возможно, и с другими партиями, если они обратятся. То есть здесь возможность к диалогу всегда есть, и нормальные человеческие, в том числе и дружеские отношения. Партийная тематика сейчас в том числе и в нашем региональном парламенте обсуждается. Вот, в частности, накануне уже во второй раз депутат Валерий Турула заявлял на заседании комитета по регламенту о необходимости сокращения государственного финансирования партий. Вот, по словам Турула, по результатам выборов в Госдуму за каждый голос партии ежегодно получают по 110 рублей из бюджета. Получается 5-6 миллиардов федеральных денег. Турула предлагает снизить эту выплату со 110 до 10 рублей. Поддерживаете? Вообще система финансирования партий вызывает у вас претензии? В том числе это и есть одна из моих претензий. Охлаждение, да? Да, охлаждение вообще к системе политических партий. Я не понимаю, почему партия, победившая на прошлых выборах, являющаяся парламентской партией, на несколько лет вперед получает право назначения членов избирательных комиссий. Ваши выборы уже состоялись. Вы парламентская партия, ваших представителей есть в работающем органе, принимайте решения. Когда идет формирование состава избирательных комиссий для будущих выборов, то есть те люди, которые, собственно говоря, будут принимать решения, почему-то говорится только о парламентских партиях, почему-то в финансировании строится такое подушевое, в зависимости от количества полученных голосов. Настроения людей меняются намного чаще, чем происходит выбор. То есть определять финансирование из количества полученных голосов, я не знаю, мне это кажется не совсем правильным. Но финансирование должно быть само по себе? Какое-то финансирование, да, может быть, должно быть, но тоже вопрос спорный. Мне очень бы интересно было посмотреть на политические организации, то есть, по сути говоря, лоббистская структура. Любая политическая организация – это лоббистская структура. Ну, конечно, в своих интересах многое делают. Ну, в своих, не в своих, то есть это профессиональная организация, которая интересы определенной группы населения формулирует в виде предложений по государственному управлению. И пытается эти предложения продвинуть на уровне государственной власти. Вот в этом плане мне хотелось бы посмотреть. Вот все эти прекрасные люди, ну, там, вот как они начнут жить, не получая государственные финансирования на свою лоббистскую деятельность. Если вы действуете в интересах определенной группы населения, то, может быть, само население или эти заинтересованные лица в вашей деятельности будут их финансировать. Как финансируют, в частности, там, политические партии, не набравшие, там, нужного количества голосов, или только что созданные, или, там, оппозиционные. Вот мне хотелось бы, там, чтобы права различных политических организаций в этом плане были уравнены. Вот это такая идеалистическая идея. Понятно, что вряд ли так произойдет. Ну, я понимаю. В существующей системе отношений, да, вряд ли. Не только это надо менять. Ну, для меня, что, как бы, какая-то маленькая оппозиционная там партия, состоящая, там, из трех человек, вот, или, там, крупнейшая, там, парламентская партия, для меня это, вот, типология понятна. Там, и то, и другое политические организации. Они действуют по одному и тому же закону. Вот. У них, по идее, должны быть равные права. Вот. Считать по головам, вот, люди голосовали только лишь за присутствие ваших представителей, и за то, чтобы, вот, ваших представителей решали определенные вопросы, там, в пределах срока своих полномочий. Вот. Вся хозяйственная, там, жизнь партии, вот, ну, должна финансироваться за счет тех, кто в ней заинтересован. Я не вижу ничего плохого, если вообще с отменой, там, государственного финансирования, там, все станут в равных условиях, и будут, так сказать, ну, уменьшится количество клерков, там, там, в политических партиях. В. 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 от вариантов такой профессиональной работы. Потому что, знаете, за долгие годы я насмотрелся на людей, которые путешествуют из партии в партию на руководящих должностях, и для которых не важны ценностные установки, не важны какие-то идеологические. Для них это вариант профессиональной деятельности. Я пошел сюда, подам резюме сюда или переговорил. — Все ведь в партии работают по каким-то одним схемам, структурой и так далее. — Кто-то, допустим, мы всегда к таким вариантам наемничества профессиональных деятелей в партии «Яблоко» как-то брезговали. Мы не понимаем, как человек, который работал долгие или недолгие годы в партии ЛДПР, защищал и продвигал совершенно какую-то иную идеологию, с которой мы не согласны. Мы не понимаем, как этот человек приходит и говорит, что-то у меня не сложилось, можно я к вам устою? Я вам тут сейчас гору сверну. Ну, слушай, ну, я считаю, что в первую очередь мотивация и убеждение для политической деятельности, а вопрос оплаты труда и прочее, то есть вот это все на местной. Точно так же я бы ограничивал суммы, которые могут тратить на избирательные компании, то есть чтобы не поощрять просто бизнес политтехнологов. То есть насмотрелся тоже за долгие годы, как бы политтехнология — это бизнес. То есть есть конторы, которым все равно кого продвигаешь. Они приезжают на место быстро, пользуясь определенными технологиями, могут людей уговорить, избирателей уговорить, что черное — это белое, белое — это черное. Мы такие примеры видели. Жалко, что, и очень печально, что они, очевидно, еще и будут в будущем, да? Потому что далеко не последний. Ну, они будут. Вот от коммерциализации, мне кажется, что стоит отказываться от политической деятельности. Это особое мнение Олега Ткачева, член общественной палаты Кировской области, директора Кировского центра поддержки некоммерческих организаций. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Завершается особое мнение. Всего доброго, до свидания. Спасибо.